Как всегда, без геморроя не обошлось. Столер разогнал нас сразу же, как только я испугался рейсмуса. Просто... Народ, всем привет! Меня зовут Руслан. Сегодня у нас очередной ролик. Ролик достаточно обыденный, изъезженный. И, наверное, только ленивый этим не занимался. Сегодня мы будем делать стол из эбоксидной смолы. Стол будем делать исключительно в самых простых элементарных условиях. Это будет интересно, забавно. Я надеюсь, очень надеюсь, что все получится. Я думаю, надо начинать сразу же. Не будем затягивать. Итак, нам прислали с другого города такие вот прекрасные, уже обрезанный слэп. Его уже обрезали, подрезали. Ну, естественно, во время дороги немножечко он повредился. У нас согнулся, треснул. Но я надеюсь, что мы это используем в своих же интересах. В плюсах. Немножечко здесь зальем. Получится, возможно, даже еще лучше, чем надо было. Итак, для начала сразу же все это герметим. Так как у нас все готово, проходим аккуратно герметиком, дабы избежать излишек потом, которые могут вылиться в виде эбоксидной смолы. Быстренько герметим. Так, друзья, все загермично. Все аккуратно. Очень-очень аккуратно, можно сказать. Мы даже немножко переборщили с герметиком, но это не столь важно. Теперь аккуратно. Я буду ровнять по краю стола, так как мне будет так удобней. Итак, эта трещина, которая допустилась во время транспортировки, немножко согнула наш слэп. Но мы воспользуемся струбциной и этот вопрос исправим. Я думаю, что эпоксидная смола все это дело вытянет нам. Ну и плюс потом обработка на станке. Итак, все это струбцинами аккуратно поджимаем. Все это у нас сейчас подгонится, сожмется. Опа. Ну и плюс герметик будет тоже плотненько прижат. Так. Ну и последнее здесь. Опа. Так. Теперь, я думаю, сразу же надо заняться вопросом опалубки. Опалубка это у нас будет по краям. Сдерживайте эпоксидную смолу. Мы аккуратно сейчас прикрутим с двух сторон опалубку. Мы уже подготовили брусочки аккуратно. Убираем второй кусок. Вот так вот примерно будет все это выглядеть. Сейчас вы все увидите. Небольшая перемотка была. Как всегда, без геморроя не обошлось. На нашем шуруповерте биты настолько убиты, что это просто какой-то кошмар. В итоге все дело исправлялось нашей прекрасной отверткой. Но не столь это важно. Итак. Эти края у нас прикручены аккуратненько к доске. Теперь берем второй кусок. Аккуратно его переворачиваем. Ну и нам надо будет ориентироваться по длине. Сейчас приблизительно я прикину рулеткой. Шириной стол у нас будет около 40. По 10 мы берем доска у нас будет 10-10 пополам. И 20 у нас будет смола посерединке. Так. Ну вот приблизительно что-то где-то вот. Наверное мы вот так и оставим. Вот так. Так. Аккуратно. И этот край. Опа. Так. Опачки. Проверяем, друзья. Так. Все это дело прижимаем посильнее. Чтобы все это было... Чтобы герметик там немножечко как бы растекся и полностью всю поверхность перекрыл. Здесь у нас все прижато струбцинами. Здесь у нас прикручено. Сейчас быстренько прикручиваем тут с двух сторон. И по сути процесс уже будет переходить плавно к процессу заливки. Но это чуть позже. Сейчас опять волшебным мгновением камеры. Я окажусь здесь и уже будет все прикручено. Спустя небольшое время и просто вагон моих слез. С помощью этой ужасной отвертки я все-таки добил опалубку. И теперь наверное остается небольшая мера предосторожности. Все-таки много смолы будет потрачено. Наверное мы прогерметим все это вокруг аккуратно. Все места вот эти пройдем. Где все равно щелки остаются небольшие. Ну и я думаю, что лучше я не пожалею герметик немножечко и пройду вокруг. Дабы избежать все-таки протечки какие-либо от смолы. И мы переходим уже наконец-то к процессу заливки. Потому что заливка большая, эпоксидка хорошая. Ва! Вперед! Сейчас быстро гермечу и начинаем. Народ! Наконец-то процесс герметизации закончен. Это самый геморройный, нудный процесс, который только существует. Боже мой! Я просто счастлив. Потому что мы переходим наконец-то к процессу заливки. А это красиво. Всегда интересно. Ну и это тем более интересно. Потому что у нас сегодня хорошая, крутая смола от компании Woodglass. Ребята предоставили нам эту смолу специально для нашего ролика. Смола необычная, а специализированная для заливки толстых слоев смолы. Как раз которая подходит нам. Заливать можно до 4 сантиметров. В отдельных случаях до 7. Но это уже в отдельных случаях. Хорошая, крутая смола. Пузырей не будет. Все будет круто. А если вдруг вы захотите себе приобрести смолу, то не спешите брать в кого попало. Потому что по промокоду Мастак. Мастак. Вот здесь должна будет сейчас Мастак высветиться. Вы сможете получить скидку 8% у ребят. У них не только смола. У них куча всего интересного. Но конкретно на эту смолу гарантирую 8% скидка. По моему промокоду переходите. Ссылка будет внизу. Вы ее найдете где-то вот там внизу под видео. Ну а мы начинаем заливать. Это будет очень круто, интересно. Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья. Друзья, вот и прошло пару дней. Смола у нас полностью затвердела. Не буду лукавить. Немножко переживал. Потому что бывает всякое. Вдруг какие-то потеки. Вдруг какие-то у нас, не знаю, мы плохо перемешали. Или что-то подобное. Ничего. Никаких проблем. Включая проблему с пузырями. У нас не было. Все красиво, гладко, четко. И мы можем плавно, аккуратно и как можно быстрее переходить к завершающему этапу. В завершающий этап у нас будет входить фрезеровка, шлифовка и полировка. Заниматься всем этим мы будем не в этом помещении. Сейчас мы поедем в столярную мастерскую, где все это обработаем на станке. Будет намного удобней и, возможно, даже вам интересней. Быстренько забираем все это с опалубкой вместе. Грузим в машину и в столярную мастерскую. Народ! Это маленькая вставочка. Просто хотелось пометить, что мы приехали к нашим корешам из Тулы в столярку. К сожалению, только в такое время дня мы можем забуриться к ним в мастерскую и немножечко поработать. Сейчас мы переместимся в столярку в саму уже непосредственно. Небольшие кадры, скорее всего, будут темными. Мы уж и извиняемся за это. Но хочется поблагодарить наших друзей из Тулы за радушный прием. Нас уже встретили. Вперед! Вот мы и в столярном цеху. Все готово. Мы, как можно заметить, по нашему столу опалубку уже содрали. Ничего не видно. Все хорошо отошло. Сколов нету. Сейчас быстренько в рейсмусе будем прогонять наш стол до состояния уже ровного стола. И будем переходить к другим станкам постепенно. Не буду затягивать. Начинаем. Друзья, что мы видим в сухом остатке? Да, мы, конечно, забрали пару миллиметров нашего стола. Но доска ровная. Поверхность идеальная. Как бы и подстолье у нас будет хорошо крепиться. Ну и уже, как бы у нас тут геморрой вообще не осталось. Сейчас мы быстро переходим на фуганок. На фуганке нам помогут. Все сами сделают. Потом торцуем и переходим уже плавно к шлифовке. Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Народ! Наконец-то станках закончено. Не буду врать, либо лукавить. Делали не мы. Столлер разогнал нас сразу же, как только я испугался Рейсмуса. Станочек старый, шумный. Он меня напугал. Столлер взял все в свои руки. И слава богу. Потому что получилась у нас отличная красота. Посмотрите, как все хорошо. Все у нас отфуговано, отторцовано. В предыдущих кадрах все видно. Ну и сейчас мы будем плавно переходить к процессу уже шлифовки и полировки. Поехали! Друзья, мы наконец-то пришли к шлифовке. А это значит, что осталось всего лишь два этапа. Шлифовка, полировка. Стол будет готов. Нам предоставили шлифмашинку шикарную. Мы сделали упоры, чтобы стол у нас не прыгал, не бегал никуда. Начинаем шлифовать, собственно. Сейчас грубой шлифовкой. Пройдемся сразу же поверху с двух сторон. Ну, естественно, мы немножечко там все обрежем, чтобы лишнее время не тратить. Поехали! Процесс грубой шлифовки у нас закончен. Как вы видите, все очень хорошо, красиво. Можно сразу же задать вопрос, почему мы не продолжаем шлифовать более мелким зерном? Все очень просто. Наше время в этой столярной мастерской ограничено. Поэтому наши друзья сейчас очень дружно и любезно сделают нам фасочки на нашем столе. И мы будем уже перемещаться в нашу привычную студию. Там мы уже дошлифуем, дополируем и уже окончательно закончим столик. Конечно, хотелось бы закончить здесь, но время есть время. Начинаем фрезеровать и уже возвращаемся домой. Вперед! Ну что, друзья, наконец-то мы в своей привычной среде, в своей студии. И остаются, в принципе, уже нам формальности с нашей столешницей. Небольшая шлифовка и полировка. Немножко все пошло не по плану. Наша шлифмашинка, естественно, в самый нужный момент подвела нас. Но нас выручил наша дрель. Я думаю, вы не впервые видите, как люди будут шлифовать или полировать с помощью дрели. Мы купили насадочку вот такую хорошую. Приобрели большое количество наждачной бумаги. Зерном от 800 до 2500. Сейчас начнем шлифовать все это. И потом полирнем. Некоторые кадры мы заснимем, потому что процесс достаточно длинный. Немножко такой нудный. Некоторые кадры попадут, все будет видно. Ну, а мы начинаем. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Стол готов. Он красив, великолепен, прекрасен. Но мы вам его не покажем. Все дело в том, что наше подстолье, которое мы заказывали, никак к нам не доедет. Ждать времени у нас уже нету совсем. Поэтому мы решили соорудить сами подстолье из этих прекрасных щитов, деревянных щитов. Мы съездили в строительный магазин. Ближайше нам нарезали все уже в размеры. Остается только собрать. Добавим маленькую изюминку к нашему столу. Сделаем подсветочку, чтобы было что-то индивидуальное, прикольное. Но столешница получилась просто вообще шикарная. Все. Ждите. Буквально две минуты вы увидите весь результат. Останется только покрасить. А сейчас мы быстренько соберем подстолье. Займет буквально минуту. Займет буквально минуту. Займет буквально минуту. Займет буквально минуту. Подстолье полное, полное разочарование. Да, по-другому не сказать. Сделали его высоким. Оно получилось некрасивым. К сожалению, получилось как парт школьное. Хотя мы старались, думали, что будет прикольно. Немножко нам возвращает настроение то, что мы сюда гирлянду можем запихнуть. Старенькую нашу. Сделали специальную здесь полочку под гирлянду. Сделали специальную здесь полочку под гирлянду. Но, конечно, не то, что хотелось бы. Совсем буквально считанные минуты. Мы все до конца прикручиваем. Ну и уже будет виден результат. Ну и немножечко, немножечко хотя бы порадует настроение. Подсветка стола. Мы уже посмотрели. Получается классно. Вообще прям неплохо. Вперед, давайте заканчивать. Вперед, давайте заканчивать. Ну что, ребята, наконец-то неделя мучений закончена с этим столом. И мы можем подвести краткие итоги. Проверить подсветку нашего стола. Ну и, наверное, еще минуточку ваше время займем. По итогу что? Под столий хлам, помойка. Столешница крутая, красивая. Для нас первый опыт. Поэтому вообще, как бы для нас это вообще очень круто. Не знаю, конечно, что вы скажете. Думаю, не первое и не последнее это наше видео. Снимем еще что-то более масштабное, более интересное, другой формы. А сейчас самое время проверить подсветку. И, наверное... Опа. О-о-о-о. Сейчас включим что-то поспокойнее. Можно даже немножко выключить свет у нас здесь. Оп. Думаю, видно хорошо. Так, друзья, не могу. Оп. Переключим на более спокойный режим. О! Пойдет. Вот. На этом стоит, наверное, заканчивать наше видео. Ребят, хотелось бы подписаться вас на наш канал. Мы очень стараемся. Да, что-то у нас не очень круто получается. Но, как минимум, мы стараемся. Если вам нравятся наши ролики, подписывайтесь. Ставьте лайки. Либо дизлайки, если вам не нравится. Ну, и пишите комментарии, конечно, как бы вы сделали. Где мы сделали не так. Что мы сделали не так. Или напишите то, что вам действительно понравилось. Мы старались. На этом всем пока.